Вот продолжение осмотра. Так же все у нас начинается с красивой старинной мебели. Кстати, вы знали, что были дружины Пушкин и Гоголь. И часть произведений, идей, так скажем, произведений подарил Гоголю Пушкин. Просто у него столько было идей, и он даже не успевал все описывать, все писать. Поэтому какие-то расставал свои друзья. Предметы в стороне. Здесь очень такая атмосфера. Это еще один секретарь. Очень такая, какую-то энергетику особую имеет. В чем-то в музее Пушкина я этого не учтела. Я была именно в музее творчества Пушкина. Я не была в квартире Пушкина. Так же этого нет в квартире Толстого. Здесь все какое-то такое магическое, историческое. Может потому, что сам Гоголь такой персоной был. Либо вот именно вот эта вот старинная мебель, она все-таки какую-то энергетику своего хозяина так или иначе сохранила. Это памятник. Каслинский завод архитектурно-художественного литья. Хе-хе-хе. Ну пьеска. Всем досталось, а мне более всех. Портрет Николая Первого. Макет зрительного зала Александрийского театра. Времени премьера спектакля «Ревизор». 1836 год. Вот смотрите. Здесь элитные ложи. Вот там вот все с балкончиков можно было посмотреть. И вот «Ариде». Комедия в пяти действиях. Первое издание. Санкт-Петербург. 1836 год. Видите, какая старинная книга. Вообще на ней написано «56-й», значит «56-й», а не «36-й». Ну, возможно, начали ее издавать в 36-м, но именно вот это издание «56-го». Еще один старинный шкаф. И здесь мы можем увидеть героев пьесы «Ревизор». Непосредственно вот это, скорее всего, «Чацкий». Песня молитвы на этих времен. Очень старинные книги. Смотрите, какие тут, наверное, не то, что 36-й. Вообще страшно представить, какой год. Вот смотрите, книга «Библия». 18-е издание. Москва. Синодальная типография. 1520 год. Последние дни жизни. Недальон. Образ святого Николая Чудотворства. Принадлежал Гоголю. То есть произведение «Разворот» и «Резодиэтинская Библия». Цитата из Гоголя «Друзья мои». Вот это Гоголь, умирающий. Скульптор церенков. Бронза, литье, пассимирование. Ну да, видно, что уже такой не самый бодрый. Обострившиеся черты лица. Вот еще один портрет Гоголя. Старинные часы. Деметрическая книга. Деметрические книги. 1762 год. Смотрите, какая старинная печь. Создоровая. Надеюсь, что это оригинал. Словом сказать. И вот так вот открывать, видимо, чтобы тепло шло. Такие же примерно были в музее Толстого. С одной стороны, вот как раз именно для тепла. А дрова подкидывали с другой стороны. Вот, видимо, уже мертвый поэт. Вот его книга. Подсвечник. Ирюнка. Бюст Гоголя. Вернее, его маска. Может, это же она и посмертная. Вот он какой был профиль писателя. То есть не приукрашивает его нос. Так, а дальше куда? Ну, последний зал. Сходи, пока. Ну, последний зал. Коробочка. Ты ли это? Так, а это кто у нас? Очень похоже на Плюшкина, что ли. Видите, все себе собрал. А может, я ошибаюсь. Вот это у нас похоже на, наверное, Манилова, Мечтатель. Хотя, ну, честно, давно читала, вряд ли сейчас не вспомню. Вот это видно сразу. Собакевич. Ну, вот это иллюстрации из издательства не совсем такие уж старые. Вот это, например, 1885 год. Ой, то есть очень старые. Мне показалось с 1.985, а с 1.7800. Действительно старые. То есть это фототипия из здания и визор. Вот. Фототипия, это, я так понимаю, что как спектакль. Ну, как не спектакль, как имитация фотографии, то есть актеров каких-то или моделей, я не знаю, как они тогда назывались. Одевали их в костюмы героев и вот они позировали. Нос. Читали эту пьесу? Есть, кстати, в Санкт-Петербурге памятник этому самому носу. Внаменитый плащ Гоголя. Кстати, очень стильная вещь, пока что-то сейчас можно его носить смело. Подобное что-то. Это уже 1970-е годы. То есть, ну, относительно не совсем старая. Хотя вот, например, люди, которые здесь после 2000-х, для них, наверное, все, что... Вот это иллюстрация из Тараса Бульба 1952-го года. Все, которые здесь после 2000-х, для них, наверное, что-то как 70-е, 80-е. это что-то ну, очень... Старая. Ух! Это Вий. Сразу видим, что это Вий. Вот есть палочка. Вот тут здесь всякие страшные, пристрашные герои. Вон они какие. пропавшие грамоты. Что, не вий, неужели не вий? Вечера на хуторе блестиканьки. Ты ли, у ли это? Страшная месть. Это вот у нас 1979-й год. Смазывает камера, не видно. Вот, страшная месть. А вот это, ну, отсвечивает, плохо видно. Это уже иллюстрация от 1874-го года. Как-то надо отойти. Нет, плохо видно. Афанасий Иванович, в принципе, музей неплохой, интересный, упастись. Особенно, когда много времени. Здесь есть аудиогиды, и можно книжку, ну, не книжку, а тут есть вот, почитать можно, аннотацию, что к чему. Сорочетская, ярмарка, иллюстрация до 1876-го года. Жалко прощаться. Вот семья, Вовля, можете посмотреть. Сестры и мать. Здесь у нас что? Портрет Гополя. Редактор субтитров Н.